I have ways of blowing things off. Раз уж на то пошло, их можно тут прям хорошо продать. Вот эти вот табереги разовые, ну, маленькие, я думаю, я их тоже поскидываю. Так, ты, у неё фотография выцветшая, за 2 доллара могу продать весь мусор. Вообще весь мусор я сейчас продал, да? Ну, зельки можно попасть... О, вот это я куплю. Да, 207 баксов, но, вы знаете, мне такое не напрягает. Ммм, при перекате с уворотами получить существенный шанс поджечь врага на пути. У, это, кстати, неплохо. После критического удара вы автоматически перезаряжаете. Да, это было такое... Я могу, вроде, только 2 талисмана таскать, если я правильно помню. Аптечки я продавать не буду ни в коем случае. Такие обмены мне нравятся. Гримуар странников. Записи об очищении. Часть вторая. Эти другар знали своё дело даже в найденных нами гробницах, где очистители работали на полную мощь. Мы не нашли никаких записей об их магии. Чего они боялись? Возможно, у них были враги среди своих же людей. Кто знает. Но стоит привязать цивилизацию к одному месту, и она обречена пойти ко дну... Откакуйте меня, пожалуйста! Чёрт, а они крутые. Меня щас... Меня щас грохнут. Ммм... Икс? Я им по 4 жизни снимаю? Серьёзно? Может, проще, чтобы меня убили? Я загружусь? Я не буду это читать. Я просто книжечку у них взял. Последнее сохранение. Серьёзно? Просто книжечку у них взял. Чуваки просто зверские, крутые какие-то. Серьёзно? Ты им снимаешь по 4? И я, получается, не купил у них, да? А сколько у меня способностей? 14. Может, качать всё... Нет. Качать всё подряд бесполезно, потому что мне всё равно придётся выбирать, что и как. Луком я вообще ещё не пользовался. Быстрый выстрел. Револьвер. Вот револьвером и ружьём я сейчас пользовался много. Так, дождь увеличит скорость... Скорострельность стрельбы на 20 на 10 секунд. Каждое попадание в это время увеличивает скорость стрельбы ещё на 10. О, это, кстати, классно. Прямо межглаз. Следующий выстрел гарантированно нанесёт критический удар, который игнорирует броню. Круто. И отключение Wi-Fi. Следующий выстрел будет бесшумным. Нанесёт целям, которые вы застанете врасплох на 150 больше урона. А, их можно качать даже таким образом. Ударство разворота. Слушайте, а, таким образом оно ж... Там, два, два... Я могу вообще всё прокачать. И потом просто выбирать, что к чему. Точно критический, бесшумный, врасплох, 150%. Так, хорошо. Следующая стрела оглушает цель на 5 секунд. Да, давайте. На каждое оружие, пусть у меня будет по какому-то одному скиллу. Следующий выстрел выпустит в цель все оставшиеся в обоиме пули. Урон от пули аккумулируется в один смертельный удар. О, кстати, неплохо. В течение 8 секунд пистолетные пули будут получать дополнительный урон от электричества. Зенит. При следующем нажатии вы автоматически сделаете по одному выстрелу в каждую цель в зоне видимости. Каждый выстрел тратится одна пуля из-за поймы. Можно делать до 6 выстрелов. Кстати, тоже неплохо. Чего экономить, раз я это все 50% больше урона, бонус урон повышается до 100, если цель истекает кровью. О, это неплохо, кстати. Адреналин увеличит скорость атаки в ближнем бедном 50 на 50. При следующей атаке вы быстро приедете к цели. Вот это хочу. Пока что так потратим. Чтобы применить способности оружия, используйте 1, 2, 3, 4, время прицеливания. И удерживая способность расхода точки действия. Я понял. То есть, прицеливаясь... А, это удобно! На каждое оружие есть своя отдельная... Блин, ну это классно тогда. То есть, есть обычные 4 скила, и есть 4 скила на каждое из оружия. То есть, можно вот этот качнуть, можно вот этот качнуть. И они будут у меня стабильно на тех 4. И тут будет... Это шикарно вообще. На дробашь что можно? С двух стволов тратится 2 пули. Да, давайте вот этот. Который тратит 2 пули. Который взрывается. Крутяк. В течение 5 секунд после выстрела они требуют перезарядки. И вот это то, что эти... Всё, всё потратили, всё потратили. Красота. По привилегиям. Что я хочу? Я, наверное... Привилегии, которые вы приобрели в прошлых путешествиях, сохранятся, когда вы применяете на себя роль другого героя. А вот этого раньше я не замечал. Давайте, может быть, по отмычкам пойдём. Знаток замков. Ну, ещё 4 туза, и оно у нас прокачано на максимум. Хорошо. Ну что ж. Раз мы немножечко распределили очки. Я, в общем-то, не особо расстроен, что так получилось. Зато мы кое-что новое узнали. Сейчас посмотрим. А сейчас мы будем... Угу. А сейчас у меня безвыходно. Теперь придётся с ними траться, но это уже другие. О, тут куча ТНТ. Смотрите, кто-то у нас. Прямо наш лагерь с собственной персоной. А, может, сначала пусть немного крови? Совсем чуть-чуть. Босс не заметит. Чё, мне это понравится. Охотница за головами. Нападай, банда. А, защищаться насилием. Ну, они ватненькие. О, ключ от камеры? От какой? Я тут всё понабираю. Но эти ребята реально ватненькие были. Ну-ка поговорить. Мариан Хельсандуваль. Так благодарна. Они собирались меня сожрать. Лишь бы снова не поймали. Ну, репутацию подкинули. Хорошо. А я ещё и верного друга заработал. Это шикарно. Сейчас можно, кстати, кинуть бочку по лошадям. Собрать с них мятные. А если бы я был скотиной, я бы так сделал. Так. А ящик. Ящик. Светок золота. Нормально так. Тут прям много раскидали. Погладить. Конечно, я буду чужих лошадей шупать. У этого стремя. Что у нас по инвентарю? Давайте, наверное, ненужные гадости всякие поразбираем. 54. Это из чего я сейчас стреляю? Это дробаж. Давайте я револьвер пока что возьму. Вот. Отправляемся. Это тоже неплохо вышло. Сейчас в два плуга, а потом, думаю, попробуем к охотникам туда добраться. Смотрите, получается, что тузы и всякое такое есть практически на каждой локации или почти на каждой локации. А что там такое хищное ходит? Медведь. Медведя трогать не буду. Тяф. Тяф? Такой вопрос. Итак, фермер, с такими темпами, да-да-да-да-да-да, именно такими темпами. Мы все здесь болеем. Чужакам лучше держаться на расстоянии. Я вам привез. Достать лекарства. О, да, благословил вас духи. Спасибо. Нам так нужны были эти лекарства. Вот ваши 40 долларов. Откуда ты знаешь, что они наши? Ладно, репутацию опять же подкинули. За что спасибо. Мы все тут болеем. Залезть в карман. Книг для простого народа. Величайшая золотая шахта с западом. Глава 7. Фортуна знала, что бандиты были уже близко. Поторопитесь, прошепела она Эсперанзе и Синальди, тащая за собой через заросли пастушьих предгорий. Фига себе. Доставайте браслеты. Вы не забыли стих? Перепуганные девушки закивали и крепко прижали к груди золотые браслеты, которые выквал для них отец. Фортуна чувствовала, как металл в ее ладонях отзывался на рифмы, которые она шептала себе под нос. Они почти у цели, и осталось лишь найти нужное место, пока бандиты не нашли их самих. Да, романы. Я вам тут поэкономлю газ немножко, вы не против? Фига себе, гренка. Стрелы. Да? Ребенок, поговори со мной. А что у вас тут интересненького? Я сейчас эти 10 репутаций, что я получил? Все вылечились. Ладно. Я на самом деле больше искал именно туз, но туз, он же светится. А тут второй этаж есть? Нет, они живут просто в одноэтажном доме. Выкапывать могилы? Да, ну, как-то, наверное, нет. Хотя, скорее всего, в них, может, и будет туз какой-то. Ладно, пойдем. Это была маленькая побочка на 40 баксов нам хватит. Теперь отсюда. У нас есть Винстед. Опустел после ужасной эпидемии. Мы там еще не были, но я туда пока что не пойду. Мы пойдем сейчас вот сюда. Стало 16 дней, но это у нас единственное задание на таймере сейчас. охотничек клич. Судя по всему, охота ведется на вас. Спасибо. А волк сразится с агрессией. Как удобно. Их тут же можно еще и пожарить. Но фишка в том, что мне жарить не надо ничего. Давайте я пяточку-то кину. А, серьезно? Нельзя во время события в пути сохранить? Нет. Ладно. Поспать можно. Готовить можно. Отбивная из волка. 20 ОЗшки восстанавливает. Ой-ой-ой-ой. Как вкусно-то. Положили прям хорошо. Все, что нужно. Удобное местечко. Классно. Прямо реально классное. Заряды на дробаш. Точно знали, что я буду издробашаться. В общем, они тут просто сожрали путешественника и тут подъехали мы. еще один золотой слиток. Все, пойдем. Такие встречи реально прикольные. Интересно, сколько дней у меня займут подобные путешествия. Выгнать этих тварей из тоннелей может только одна вещь. Голод. Ужасы на склонах? Да ну давайте. А вот это интересно. она ему ничего вообще не сделала. ёлки. Да офига себе у тебя ударная волна. они меня просто уничтожают. вот пришло время как раз на птичках и не экономить. на птичках от тебя перезаряди посмотрим стоило ли она того оберег кровопускания все мои целый вроде как у и ребрышки а ты у нас stefan ward чувак тебя убили то есть ты пришел ко мне на помощь и тебя тут грохнули фигасе такое тоже возможно я почему-то думал что пришедшая помощь то есть верный друг он это типа услуга такая имбовая потому что он просто приходит начинает стрелять а так ладно хорошо одна отмычка да черт с тобой давай самородок а ну того по моему даже не стоило то есть но грубо говоря я потерял друга у стрелы стрелы возьму я потерял друга потерял отмычку и что я получил взамен еще аптечек да 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 не будем забывать сколько этот аптечек прохавал просто чудовищное количество мне не понравилось вот это вот вот такой прием например мне не понравился они чертовски бронированные ну и елки-палки это можно я постараюсь больше аптечек не жрать пойдем отсюда так хорошо на такие ивенты стараемся больше не попадаться они будут защищать свои рудники до смерти и после нее ускакать я помню немножко не в том состоянии чтоб сейчас драться сейчас посмотрим мерцание среди деревьев в пастушьих видите блуждающие огоньки хорошо точно не жди от этого кстати нельзя ускакать призраки скалятся защищаться агрессии по моему упокоили вот это плазма и пепел то есть она она подымает нежить вербина сновид вербина или вербина короче как бы тут не сдохнуть слушайте вот эта вот штука вот эти синие цветы по-моему это что-то ценное потому что во первых я их раньше не видел во вторых что-то связанное с эктоплазмой их тут всего лишь два опять аптечку сожрал это конечно жаль у меня вроде в лошади валялись еще аптечки слушайте тут больше ничего нету кроме этих двух цветов и пяти баксов трех цветов надо внимательнее смотреть эти цветы нужно позабирать все отсюда мне кажется потом будет какой-нибудь знаете квест где скажут вот принеси обязательно что-то вот такое вот она бахи у тебя уже есть я просто знаю по скайриму по всяким таким вещам всякую редкую фигню лучше собирать сразу пока есть возможность неплохо неплохо вот это было интересно хух появляются новые виды врагов это приятно это страшно но это приятно идем чё у вас тут интересненького есть вот тут можно пожарить мясо отбивную вот ребрышек накинем еще 5 хп скому потом как-нибудь вот поговорить ммм Терри Уорд Эшли прислала посылку наконец-то мои инструменты я уже думал что посыльный сбился с пути по дороге сюда сейчас глянем все на месте ну прям камень с души спасибо тебе путешественница вот возьми за труды 50 долларов да а я могу это спорить так тут у нас магазине магазин я ищу туз отдайте мне туз серьезно ищу руководство путешественника чем опасны призраки Жустиан Абернатти встреча с призраком несет себе две беды во-первых призрак вытягивает чужие жизненные силы чтобы поддерживать свое противоестественное существование берегись опустошения во-вторых призрак может призвать мертвецов чтобы те сражались на его стороне берегитесь зомби трепещите но мы только что как раз такими и разобрались мне кажется да я могу съесть чужой картофель ты выглядишь так будто кто-то украл твой сладкий рулет руководство так как не издятся и размножаются астроспины рой берегись смерти и переносчика астроспинов а но еще больше опасности разворожить улей при смерти переносчика или поврежденном улей рой остановит рой астроспинов словно облако смертельного яда поднимающийся с болот принять ринется вперед в поисках нового тела не знаю что сегодня с моей дицей не спрашивайте сам в шоке это я заберу извините шкуру оставлю мне она в принципе наверное ну может я об этом когда-то и пожил он пошел и включил свет прикиньте какие эти дотошные так у тебя можно у тебя дружище можно значит продать 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 вообще не против за дофигеляр денег тут можно купить с защитой 50% на медведя не медведя надо бояться а тех кто носит их шкуру куртку можно улучшить на дубильном станке с помощью 5 качественных кусков медвежьего меха а ты у нас оленья шкура и это все кстати у него тоже можно продать у него тут пушки продаются да 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 а хочу ли я блин ну это половина моих денег но это классная шкура ну классная куртка крепкая куртка из змеиной кожи защита 10 процентов защита 50 процентов нет я ее возьму ребят ну его нафиг у меня из моего пати меньше всего жизней и мне кажется мне защита сейчас нужна причем очень сильно блин я же так головы ты не попродавал потому что с торговцами не встретился так ты у нас тонкие шипы прекрасно прекрасно реализовать цветов словно пульсирует по сторонним светом в наличии цена продажи так использовать да и вот ты у нас без куртки ходишь ну ка на 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 снаряжение кстати ключ от шерифа где у нас так куртка старая вот она на держи они сразу носят хорошо меня это устраивает есть надо будет кстати старые пушки разобрать ну не старые а плохие которые два патрончика один патрончик что за звук был ладно по идее теперь я должен быть гораздо более бронированным хочу ли я что-то продать или купить но накупить я вот этот вот лук урон 61 сколько мой дает 50 это прям много 61 но 500 баксов мне не накопится по моему вообще сейчас никаким образом да и луком то я так вот не пользуюсь кожевенные инструменты в бою не пригодятся а вот после него очень даже позволяет снимать шкуры с оленей медведей и змей оооо вот что мне нужно вот что мне нужно ребятушки шкура бизона это медвежий мех кстати вот можно купить а в наличии в наличии два то есть я могу это из чего сделано из медведя из медведя то есть за пять качественных кусков медвежьего меха а как мне понять качественный он или нет медвежий мех материал жесткий и неизгибаемый как и его бывший хозяин можно вы выделать на дубильном станке и сшить из него куртку то есть их еще выделывать придется кожевель я вот это вот возьму наверное кстати посмотрим как оно будет играть а куда он делся он не в инвентаре разве должен ладно забейте мне мне нравится почему-то я раньше не видел такого может мне кажется что я не видел так обыскать закопать нести погодите а серьезно этот не агрессивный а как мне снять с него я купил инструмент купил олени медведи и змей и бизонов понял с этого чувака просто нельзя снять шкуру хорошо побочечку сделали что он еще по побочкам есть кстати недалеко от мэйна от главного задания найдите анейру да кстати анейра но мы кстати мы пока не встречали добудьте предмет лучшее воскресное пальто у ян крик давайте туда вот эту побочку тоже сделаем потом уже сходим на основное задание по всей карте уже мотаемся мы сделали все что по таймеру у нас было караван странников группа странников охотно предлагает да да-да-да-да-да вот я поторгую сейчас но я не буду у них ничего красть вот эта книга гримуар странников но пожалуй в этот раз можно за 6 баксов эктоплат да я продам нафиг вот это все продаем вот это все продаем вот это все продаем ты у нас в основной точке действия от одного запаха какао и кофе кровь начинает бежать по жилам уже жительный тоник и вот это я куплю ну вот кстати 500 баксов накопились если что которыми можно было бы ну 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 так так это у нас именно магаз Запертые три Ой, я отмычки не купил Ух ты ж, ёй И сколько у меня их осталось? Две, наверное Интересно, с моей стороны, полагаю, что они у меня вообще остались А могли их все вообще потратить Чёрт, а как жить-то теперь без отмычек? Вы чё? Карта сокровища Эти каракули расскажут, где спрятано сокровище А у меня вдруг вот так вот бомбер рандомно Я эту карту раньше не видел, да? У нас вот тут вот есть тайник Угу Потом сюда сходим Давайте сначала в эту сторону, Ян Крик, как мы и планировали В общем, вот эти вот черепа Не человеческие Они очень прикольные, очень много стоят Да и амулетики можно потом продавать за очень неплохие деньги Это у нас Мы примерно полкарты открыли Ну, неплохо На лошади передвигаться довольно быстро Интересно, как будет игра Распределена между Ну, я же понимаю, мы сейчас каким-то, грубо говоря, первым персонажем играем Ян Крик Пули на тропах заканчиваются Давайте, может, из ружья немножко постреляем У нас их много Отстань от меня Неплохо Вот эти бочки сейчас реально спасают Сейчас вот эта гадость выветрится Сохранимся пока что В домик можно бы и зайти Ммм, точно Мне так жаль, дружище Дядюшка рассказал нам о твоем кузене в скворечне Мы молились за тебя И за тебя за семью Днем и ночью Я знаю Ушедшие найдут покой С Евом Но живым от этого не легче Высылаем с курьером немного денег Чтобы тебя поддержать Береги себя Найдите предмет Лучше Лучше воскресное пальто Найдите Анейру А, это еще и здесь Фига себе, как удобно Но здесь должно быть что-то еще Здесь должно быть что-то еще Подождите Все не может быть просто так В той комнате Блин, сюда Зомбач идет Я думал Ты сдох Уйди Уйди от меня О, этим можно подлечиться Во-первых, сундук Да Видите, это было не зря Ну не может быть Тут локации слишком средние Слишком щедрые То есть Тут не может быть такого Что ты просто Сделал что-то одно И тут Тебе за это дают что-то одно Тут обычно дают еще хорошие Там Скиллы Карты То-то Все-то Хорошие вещи еще дают Я Я не против такого Ну вот тут нет Но опять же Я не буду из-за этого расстраиваться Потому что Тут не дали А там дали Там хорошо получилось Это мы еще всю локу Не прошли Мы еще пойдем Пошерстим немножко А это здесь Останки Патрону дробаш Тоже хорошо На такое Жаловаться не будем Это дубильный станок О, там еще один зомбарь По-моему Это похожее место Я не скажу Что это прям тоже место Где мы уже были Но это по-моему Похожее Это же не может быть То же место Где мы уже были Да? Хе-хе-хе-хе Думаю, что нет Уйди от меня Уйди от меня Хотя учитывая Что вот это вот Какая-то не кладбище Ну я же только что сюда заходил Так Ладно Просто это выглядит Как то место Где у меня Напарника убили Но возможно Я и обшибаюсь Уйди Хорошо Пока что Идем без потерь По-моему В прошлый раз Было плохо Потому что Мы пришли ночью Они что-то взрываются Так Ну тут можно много Что полутать И тут еще и жаровни есть Ну вообще хорошо А это Вы все тут Попросыпались Отчего А я своего же чувака Отравил Ну тут Подлечиться потом будет Чем насчет этого Я не особо переживаю Нет-нет-нет Уйди от меня Я на дробах все потратил Зачистили локацию Немножко хпшки потратили Но не критично Давай пропадай уже Жижа Доллары Я наверное даже все трупы Не смогу обобрать Ну сейчас посмотрим Хпшка А как ты туда стреляешь Не подскажешь Так Ну тут должно быть Что-то интересное Погодите Вот в такой же локации Меня лошадь напугала Давайте А вдруг Сейчас опять лошадь Вряд ли Так Медный ключ Ок Ок Значит как минимум Что-то где-то Можно открыть Сундук Нет Спасибо Медный ключ Медный ключ Медный ключ Дубильный станок Нужна шкура Да Это я понял Дубильный станок Еще один ключ Кинжал и кости Заметки об оружии Гаузер Легенда брошенного дома Для обеда из говядины Подберите терпкий напиток Густой оценят Гости оценят контраст Между насыщенным вкусом Вина и густой Солоноватой подливой Прекрасное вино И сидорфлайт Прекрасно подойдет А Красное вино С блюдами из рыбы Замечательно сочетается Пастушья милс По-моему мы такое читали Но скажите мне Если я не прав Мне кажется Что они обозначаются Как прочитанное Когда Открыть Нужно быть В смысле Заперто А ключ Я не отсюда нашел Мне туда надо Если это заперто Мне туда надо Может как-то с крыши Сейчас посмотрим Шериф Блин Запертый дом Это Успокойся Почтовый ящик Черная гора Лучшее ружье Для лучших Охотников Изображение Сурового охотника Который с горы Сдержит винтовку Черная гора Ну от горы Шкур Черная гора Шкур Калампура За 300 Я тебя понял Зачем это сделано Не знаю Но Не хотелось Как-то оставлять Это здесь А Серебряный сундук Три отмычки Ну серебряный сундук Ну вы че Черт побери Это вот сейчас обидно С отмычками Получилось вообще Отвратительно Молодцы Подставились Просто гениально Блин А чувака прям Жрет Смотрите Как бы ты не сдох Дружище Может мне Как-то подлечиться Перед тем Как дальше Геройствовать Мне кажется Я так могу потерять Чебурека нашего Блин Тут остается Серебряный сундук Тут остается Дверь Потому что У меня нет отмычек Черт сундук Надо запомнить Двухэтажное здание Так ладно Тут у нас что Должны же быть ключи Кстати Я подобрал Вот эти два ключа Вот от чего они Оп Это я заберу Тут тоже ничего Окей Поехали смотреть дальше Вот это мое Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Отмычка 1. Я могу взломать, если что. Пойдёмте. Раз уж такая пляска, по-моему, только что то ли последний, то ли предпоследний отмычку потратил. Дайте что-то стоящее. Ящик пусто. Ой, динамит, динамит я возьму. Чёрт, надо закупаться отмычками. Это такая простая истина, но почему-то, когда я был в городе... Ещё один скилл, хорошо. Почему-то, когда я был в городе, я то ли забыл их купить, то ли их не было. Я до сих пор сейчас даже не понимаю, почему я не закупился. Так, заодно отмычку купил один скилл. Нет, вот у меня есть ещё одна отмычка. Значит, у меня их было две изначально. Ну что, три у меня не хватало? Где они? Нет, вот у меня их две. Погоди, а почему... Я же одну только что потратил. Там везде требовалось три. Я что-то... То ли я дурак, то ли лыжи не едут. Тем не нужно было взломать, и можно ли это взломать бочкой. Давайте посмотрим. Погоди. Ну-ка, а тут у нас что? Колода карт. Заберу. Не против. Патроны. Патроны. Только что же блыскиваю. Неплохой такой подвальчик, но я, честно говоря, немножечко больше важен. А, ну... Сундук в центре с тузом не заметил. Как я больше вы ожидал. Слепошара. Угу, угу, угу. Так. А, вот, да. Сундук. Видите, на него нужно три отмычки, и... Он мне показывал, что нельзя. Немножко странно. Допустим. Так. Сундук я точно не взорву, но я, мажалу, могу попробовать взорвать... А это, случайно, дверь не на второй этаж, который мне надо? А, извините... Почему я до этого так выстрелил? Так, в этом доме я еще вообще не был. Я заблудился. Какой я там не могу открыть? Вот этот? Нет, этот, кстати... А, вот это. Заперто открыть. Хорошо. Попробуем вот это вот бочкой вынести. Очень сомневаюсь, что получится. Хотя дверь вроде деревянная, но мне кажется, такие двери... не выносятся. Ну, сейчас посмотрим. F5. Кстати, там труп необысканный. Здесь, может быть, у него ключ. Но мы сейчас проверим. Сюда, ребят, отходим, отходим. Да. Дверь осталась закрытой. Мы там что-то наверху бабахнули, конечно, весело. У чувака денежка. Блин, мне это денежка. Я сюда наверх хочу попасть. А, я могу ему оказать первую помощь. Весело. Это, ну, это хорошо. Хорошо. Еще вот в чем. Ну-ка. Там были бочки с водой. Сейчас пойдем попьем. Мне кажется, что были вот тут вот. Да. Я их еще даже не допил. Чуть-чуть ему восстанавливаем хп-шечки. Там, высканный труп. Это изысканный труп. А хавчик у нас восстанавливает только мое здоровье? Нет. Общее. Вот хорошо. Стоит я там... Угу, покажи снаряжение. Вот это, вот это, вот это все. Отлично. Добили здоровьицы по максимуму. Стоп. А это у нас... Дан. Это то, что я думал. Читают новости 21 января. Скандал на кладбище. На кладбище грабовщик обвиняется в разорении могил собственных клиентов. О, это то, что мы делали. Как, позволить спросить, честным жителям Запада могут доверять друг другу, если даже тот, кому мы доверили отправить наших родных в последний путь, может оказаться обычным грабителем могил. Именно это и произошло в одном небольшом городке, где против местного грабовщика, ранее считавшегося уважаемой личностью, были выдвинуты обвинения в осквернении захоронений. Ев, смилуйся над этими еретиками. Больные чумой спасены благодаря бесстрашию храброго курьера. Пусть эта история прослужит примером того, как духи вдохновляют нас помогать ближним своим местным. И жители радуются чудесному выздоровлению больного, которому уже подкрадывались женицы. Храбрый курьер заставил скорбящему семейству целебное снадобье в трудный час. И жизнь новой жертвы, невинной жертвы, все же не оборвалась хвала духом. Это наши побочные квесты. Это нам рассказывают, какие мы молодцы, когда мы что-то делаем. Особенно, когда делаем что-то хорошее для кармы. Так. Сюда, 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 сюда. Не надо на втором этаже, да, я видел эту опухоль на втором этаже, но меня интересует немножко другое. В такой кровати и не поспишь. Где чертовы ключи? У меня нету столько отмычек, вы че, ребят? Сундук пусто. Колоды карт. Ну, знаете, собирать... Я не думал, что оно через дверь жахнет. Ну, блин, так нечестно. Да пусть потравит немножко, но недолго травит. Нужно просто перетерпеть. Да-да-да, вот я тебе о том же, что нужно просто перетерпеть. А зачем мы это сделали? Тут же ничего. Стоп, а на крышу что? Пойдем. Мне кажется, на крышу можно бы заглянуть, там тоже что-то интересное. Сейчас посмотрим со стороны. А фиг ли ты не лопнул? Трачу патроны на это. Не знаю, зачем. Не спрашивайте. Джо Парнс. Кстати. Джо Парнс, а почему у тебя нету ключа от всего, что здесь происходит? Если ты именной персонаж. Парнс, а почему у тебя нету ключа от всего, что я не попаду в те два места, в которые я хотел бы попасть. Ну, вот туда явно на второй этаж, там что-то интересное. И, ууу, знаете что? У меня есть еще одна идея. У меня их все равно два. Я сейчас сохранюсь. И мы попробуем. Я сейчас только найду, где это место. По-моему, я не туда иду, да? Офигеть, как легко заблудиться в этом городе. Вот, по-моему, вот это. Лампу зажечь. Нет, спасибо. Гляньте, а там сундук наверху? Или мне... А как? Погодите, там сундук наверху, а как его достать? Ладно, F5. Ну-ка, идите сюда, ребят. Если я довзрываюсь эту фигню... О-о-о-о, это уже близко. Да-ха-ха-ха. Нет? Требуется ключ от банка. Где я вам возьму, чертов, ключ от банка? Вы что, вы издеваетесь? F9. А что там взрывалось-то до этого? Ну, то есть мне показывали иконку, что что-то можно довзрывать. Да, давайте посмотрим. У меня опять пять штук этих накопилось. То есть я могу просто качать все подряд. И... Я сначала думал, надо как-то что-то экономить, где-то что-то делать. А их можно просто качать. Серьезно. И все равно выкачаешь все. Ну, то есть их же нельзя повторно прокачивать. У меня вон осталось семь навыков непрокаченных. Ключ от банка. Мне туда надо. Но туда можно попасть только через эту дверь. А почему... Почему здесь эта фигня? Она зареспаунилась? Что с ней сталось? Так, ладно, ребят. Пишите, что я мог теоретически пропустить. Смотрите, оно все здесь после загрузки. А почему? Я все это зачищал. Вы издеваетесь? Все вот эти коконы, они все появились обратно. То есть трупы, естественно, не воскресли, но все коконы появились обратно. Ключ от банка. Я нашел два ключа на этой локации. И два замка. Логично было бы предположить, что они друг к другу подойдут. Но нет. Так, ну тут я был. Я повторно это все взорвать не буду. Смысла просто не вижу. Я и так потратил на это патроны, потратил на это время. Найдите нейру. Так, верните предмет. Пойдемте, сдадим квест. Фига себе, его далеко сдавать. А тут у нас... А, тайник. Карта. Карта сокровищ. Вот, еще одни сокровища. Ход за сокровищами. Нет, оно должно вот так. А у меня разве... На секретной тайнике раскопается кроечная... А, вот два секретных тайника. Нет. Тогда сделаем по-другому. Мы сейчас пойдем вот сюда. В каменоломню. Потому что оно близко. И потому что... Нам по пути. И мы уже определенное количество побочных квестов сделали. Теперь мы пойдем по мейну. Немного. Запах смерти бьет в нос и уже не исчезнет. Крики пленников. А помощь слышно с очень большого расстояния. Заброшенное поселение. Какое-то поселение на западе... Какое-то поселение на западе только что стало заброшенным. Поселение пустеет. Если жители его покидают или их вырезают всех до единого, возможно... А, если их вырезать всех до единого. Возможно, когда-нибудь люди туда вернутся. Но за это время там может обосноваться кто-то еще. Реле. Сохранит тайну. Джейм, послушай меня. Я понимаю, что ты увидела нечто не самое приятное. Но тайну Флоры нужно сохранить. Ей без того тяжело. Первая женщина-шериф в истории скворечнее. Да еще и кожа у нее не такая, как у всех остальных. Ну, вы понимаете, да? Если ты еще расскажешь всем про ее проклятие, нам придется бросить все и бежать. Подумай об этом, прошу. Я очень не люблю, когда так поступают. То есть... Дайте мне самому решать. Вот то, что вы такие вот настойчивые, навязчивые. Меня устраивает то, что она мой напарник. И то, что она сейчас бьется за меня. Так. Давайте в пяточку. На этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-побра. Всем баладушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok